хаку ты в чем валялась нас второй день дождь не заканчивается что как он кстати вид от первого лица угадайте чем я камеру держу морда грязная кошмар позорище у нас тут венеция навозная я уже начал тут расчищать бетонку сбегал за камерой сейчас бетонку очищу со шланга помою и можно будет выдать сюда сена хоть и сыра будет чисто а то лошади уже пол дня ждут прогнозишь дождь должен был закончиться уже он падла не заканчивается эту хрень я скидываю туда где у нас ниже всего участок по уровню хоть какая-то польза от этого всего навоза участок завысим может быть хоть чуть-чуть ой разводи вообще по идее даже дренировать вот как его нашел уже ниже всего куда воду отводить всюду в постройке влага так не всегда сыра дайте японский бог оба шмяк кстати говоря проблема у нас вот эти вот семена это трендец какая проблема для лошадей чего мы не догадывались как эта хрень устроена у растения попадают какую сырую среду неважно в землю или в рот кому-то вот эта хрень она начинает врезаться как бы типа разворачиваться и винчиваться в почву что потом там получше прорасти и зазубрины вот в эту сторону видите она прям цепляется зазубрины то есть по всех этих волосках зазубрины в ту сторону повернуты так чтобы не выдернешь и в общем попадая за щеку лошадь лошадей мы сейчас вот несколько дней назад лечили вот врезается прямо в мягкие ткани по в слизистую оболочку делая рану и не вылезает оттуда лошади мучаются вот мы им пасти вычищали этот их штук залечивали ранки это капец неожиданность для нас он этих семян сколько много еще один камень в огород так сказать качество местного сена получается чтобы без претензий сена сербии сколько мы человек 6 наверно покупали ни одного не было у каждого что-то такое это все на самое качественное было но вот оказывается перестоявшие семена такие вот нехорошие опасные тяжело вообще здесь он еще кирпичная вот так вот где-то чуть меньше метра кирпичная дорожка вдоль бетонки но она уже земли поглощена мне и откопать что-то пока не хочется потом может быть когда-нибудь так я тут себе фрейту такую установил чтобы там не щелкать постоянно к этим быстросъемом отключили поилку лошадям включили туда шланг воду можно еще две единицы чего-то подсоединить и регулировать как у тебя помыть и так всю ночь моетесь любителям попереживать как это лошадки спрятаться нет ни погоды негде они у нас так на в россии в поле жили они у людей в принципе всегда так живут в полях у многих мы их не балуем они у нас крепкие здоровые ох долго это мытье будет конечно в общем это естественно их состояние но до укрытия все же я хочу им сделать но сильно по и поводу этого не переживаю что у них пока и мисс нет укрытия чего морды изучаете теперь можно и покушать пожалуй я им дам половину тюка вот сено пластика отлично то что надо для организма остущего так пожалуй дам половинку тюка сейчас потому что у них ноги то все равно не мытые они любят ногами влезть прямо в сено туда где жрут так война была перчатки и а тут с краешку чтобы тянулись и хавали были долбанные веревки надо поприбирать везде раскидал так меня выпустите морды все вон аппетит у нас очередное дождливое утро пару деньков я в съемках пропустил потому что были там всякие дела с людьми поездки ну не не поснимаешь я привез купил цыплят отсюда двое слышно включить лампу как они сразу затихли погоди-то замерзли и пока маленькие такие милахи а потом такие вкусняхи вообще взяли 60 штук на мясо 40 себе 20 люди заказали на продажу такие в кучу сбились приезжают они таких вот коробочках специальных по 4 отсека и там по 20 штук сидели у кому кто меньше заказывать там поменьше конечно же но в коробках я сколько заказывал всегда таких были жить они у нас и расти будут как всегда в том же помещении и раньше только теперь с ними будет жить еще и голубь смотрит в шоке на хрен такой ковер цыплят господи лампа так греет как мощно голубь не сходи с ума чайник кучу они закрывают окна чтобы было нынче тут тепло окна старые частично битые тихо не убейся дурак температуре у нас 14 градусов конечно писелявка маловато ну ничего сейчас нагреется от этого помощь на там тепло греться и кормушка рядом будет в принципе теплее станет днем и от лампы прошло пять минут и снова можно оглохнуть малые согрелись теперь требует жрать пока не поняли не лезем сюда поставил теперь еще воду им прикольные знать уже начали некоторые сейчас разберутся и все да не я вам мамка ну хотя прикол прикол ну-ка сейчас попробую когда молода работает и там лошади заорали тоже вот я ты чё дурак в воду залез ногами и второй тоже так воду пьют еду едят тепло есть все я пошел вы голодные бегут все на встречу о гу 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 встречают тоже хако жопу чешешь об дерево это у нас маленькое дерево кривое в котором на жопу чешет персик засрали часть сена затоптали засранники и ждете новенького папай становится все более массивным сейчас он уже и по весу и в холке выше чем кобыла и уже выглядит получше конечно хотя немножко еще худоват после паразитов мы их восстанавливаем овес даем каждый день и ему еще двух годиков нету он еще расти будет активно некоторое время и потом еще медленно будет расти до пяти лет так что надеемся что он как минимум как папа будет да мордень характер уже такой клевый плюшевый куры преследуют сейчас всех накормлю угомонитесь ну чё лошадки найду к вам на хулиганил кто сейчас будем разбираться ты первая морда так мне нужен столбик 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 с какой деревьяхи сделать столбик потом лучше да наверно опа такое понеслась шила в жопе так так топорик вряд ли это возьмет вот это вот еще потом ухали найду что по рукам хим рукам классная штука рубасит не хуже топора а ты даже лучше по-моему и да втыкайся острогу сделали идем охотиться мясо добывать кто мясо писали там шутки прибаутки в комментариях а кто-то вообще серьезно типа вы их на еду уращиваете папа это на самый мясистый на голодный год остаешься старый колодец которого там земля обваливается и мы его лошади держим закрытым с той стороны электропастух есть а с этой стороны была гора навоза наверное по ползабора и сейчас эта вся гора навоза вот где курица гуляет это вся площадь это все они за лето куры разгребли ее на весь участок эту кучу навоза ну и лошади еще продолжают добавлять вот и то есть в этой с этой стороны забор этот держался срабиться на кучу навоза с той стороны было подперто палочкой куча навоза пропала все это завалилось мы не усадили лошади парам туда по рабицы прошли там у нас вишенки растут молодые маленькие он листву обожрали с них затоптали и они экспериментировала рис у тебя там растет до ванне рис растет из любопытства просто так вот залез папай скорее всего пожрал похулиганил так надо сейчас это дело от них обезопашивать чтобы они эти туда не лазали больше не знаю как это было короче моя задача сейчас поставить колышек чтобы на электропастух был здесь как я забивать то буду но так можно попробовать далеко не далеко надо же оттуда тянуть ну-ка как ты изолируешь от них чтобы не колодцы не лезли сюда да опа и разъехался дуржатский колышек выбрал я конечно дальше не идет но пастух то удержит похоже потому что нет ну вошпанил конь походил хрустит слышу но огурчики когда хрустящие хорошо муж для вишни тоже и гага носопырка морда ты любопытная че ты удираешь про то 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 пил папа но поп 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 иду вызывающий походкой но для них она отпугивающая странно себе человек ведет да ну его нахрен ну да скользко могут подскользнуться но поинтересно а не страшно да на понюхай что это такое на хаку и интересно и страшно так все я включаю только ты не стой на земле зато в землю будет сигнал у тебя нету больше этой штуки ну так удлинить и все вторую здесь да внизу накрутить ну сейчас сделаю на потому что ты будешь учиться пользоваться им все надо на вкус попробуй да что-то многовато прилично многовато ну да ладно и завязываю тебя без перчаток получится нет вот с этого обходи вот кончик вон он я к нему прицепил шаху смотришь хулиган все нам еще выдать ну короче позже тогда